Всем привет! Это Спортивный четверг. В ближайшие минуты вы услышите самые приятные новости этой недели из мира спорта. Меня зовут Анна Ивашенко. Предлагаю поставить на паузу все домашние дела и насладиться просмотром нашей программы. Я расскажу о лыжных гонках, выступлениях юных фигуристов и победе наших хоккеистов. Об этом не только прямо сейчас. Ну что, готовы? С приличным медальным урожаем вернулись из Башкортостана воспитанники детской спортивной школы «Нефтехимик». Это был первый старт лыжников в этом сезоне. «Нефтехимики» завоевали шесть медалей. Серебро и бронза досталось Рузеле Ахмедшариповой, Егору Бочкареву и Анастасии Карасевой. Золото взял Владислав Трошкин. По-моему, отличное начало. И еще одна радостная новость. Диана Маслова, 18-летняя лыжница Нижнекамской «Нефтехимы», стала лучшим студентом Нижнекамска в номинации «Спортсмен года». Девушка – кандидат в мастера спорта и сейчас готовится к юниорской гонке в Тюмени. По возвращении ей вручат сертификат и наградят стипендий. Поздравляю Диану! На всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам отличилась Алия Иксанова. Мастер спорта международного класса пришла к финишу третий, показав лучший результат из 11 татарстанских лыжниц. Удивительно, полгода назад Алия родила второго ребенка, но это не помешало 35-летней спортсменке возобновить тренировки и через несколько месяцев победить в республиканском кроссе. У каждого из нас тоже есть возможность почувствовать себя профессиональными спортсменами. На учебно-тренировочной базе «Алмаш» начал работать пункт проката беговых лыж. В любой день, даже в выходные, мы можем покататься там с 9 утра до 2 часов дня и с 6 до 9 вечера. Все на лыжи, снег уже выпал! От лыжников к борцам. 30 ноября в Казани прошел открытый турнир по вольной борьбе. Комплекты наград были разыграны в 13 весовых категориях среди спортсменов в возрасте от 9 до 16 лет. Отличились воспитанники тренеров Ленара Шифигулина и Ивана Крайнова. Борцы провели упорные поединки и завоевали серебряную и две бронзовые медали. Парни, так держать! Есть еще одни радостные новости от юных спортсменов. В Чистополе прошел детский фестиваль по самбо. Спортивный клуб «Нефтехимик» представляли воспитанники заслуженного работника физической культуры Татарстана Фаргата Садыкова. Юноши провели по 4 схватки, но победными все они стали для одного спортсмена – Амира Хайрулина. Тимур Матвеев и Мирсаид Латыпов стали бронзовыми призерами. Мы поздравляем тренера и юных спортсменов и желаем им побороть всех будущих соперников. А теперь посмотрите на этих малышек. Юные воспитанницы спортивного клуба «Нефтехимик» успешно выступили на открытом турнире по художественной гимнастике. Почти всем девочкам под 5 лет, но они уверенно обошли старших соперниц. В копилке 4 награды в групповых упражнениях и 18 в личном первенстве. Важно, что большая часть медалей – золото. Теперь гимнастки готовятся к галок-концерту, который состоится 27 декабря. Поздравляем девочек, их тренера и хореографов. Между сотрудниками подразделения Нижнекамск-Нефтехима завершилось первенство по русским шашкам. За награду боролись 20 любителей настольной игры. Упорная борьба шла за первое место. Перед последним туром на золото претендовали сразу три команды. Управление энергоснабжения, проектно-конструкторный центр и управление общественного питания «Нефтехим». Все они имели равное количество очков, но в последнем туре команды закончили свои матчи со счетом 2-1 и неожиданно поделили места. Первыми стали шашисты управления энергоснабжения. Результат – 10 очков из 18 возможных. Этого успеха команда ждала 13 лет. Поздравляем! А теперь перейдем к ледовым баталиям. 1 декабря наш «Нефтехимик» разгромил хоккейный клуб «Сочи». На шестой минуте счет открыл Ильдар Шексаддаров. Помогли ему Павел Куликов и Зияд Пайгин. Через две минуты нападающий Яков Берглун закинул еще одну шайбу в ворота соперников. Счет 2-0. Наши мужчины набрали высокий темп и их было не остановить. Поэтому через две минуты Степан Захарчук прибавил забитых шайб в копилку «Волков». 3-0. Прошло две минуты и на 14-й «Волке» получили ответку от «Сочинцев». Спас команду от проигрыша в сухую Шон Коллинз. Это была первая и последняя результативная атака соперников. Да и следующий яркий момент был только на 59-й минуте. Зрителей снова порадовал Яков Берглун. Денис Казионов и Райан Мерфи помогли нападающему завершить серию забитых шайб. «Нефтехимик» не останавливайся. Ваши игры – праздник для болельщиков и повод для гордости за наш город. Продолжайте и дальше радовать нас своими победами. Кстати, сегодня «Волков» ждет сражение с трактором из Челябинска. Прямо сейчас парни разминаются перед началом игры. Возможно, вы еще успеете доехать до «Нефтехим-арены» и лично увидеть это сражение. Победами радуют нас и юные хоккеисты. На прошлой неделе клуб «Нефтехимик» 2004 открыл домашнюю серию тремя заработанными очками. Матч с «Амарской кометой» завершился победой со счетом 2-1. А на следующий день в ответ на игре нижнекамцы разгромили ту же команду со счетом 5-1. Парни, так держать! В эти же дни выступали и юниоры «Нефтехимик» ЮХЛ. В упорном противостоянии хоккеисты сражались с казанским «Акбарсом». Сильные принципиальные соперники не давали расслабиться друг другу и держали в напряжении болельщиков на протяжении всей игры. В итоге 3-2. Победил «Нефтехимик» ЮХЛ. На следующий день со счетом 2-1 они выиграли и ответный матч. Наши парни вытеснили «Акбарс» со второй позиции турнирной таблицы дивизиона и теперь команда уверенно занимает это заслуженное место. Поздравляю! Я же предлагаю нам не засиживаться дома и провести эти выходные, катаясь на коньках. А это были самые яркие спортивные новости за прошедшую неделю. С вами была я, Анна Ивашенко. Спасибо за компанию в этот вечер и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин